Перейдем к обсуждению строк в Java. Со строками мы уже несколько раз встречались, но сейчас поговорим более обстоятельно. Строка — это ссылочный тип, хранящий последовательность символов произвольной длины. Строки представлены классом string. String — это не то же самое, что массив символов, но их можно легко конвертировать друг в друга. В некоторых языках строки должны заканчиваться нулевым символом. В Java это не так. Длина строки хранится в отдельном поле, поэтому внутри строки можно свободно использовать нулевые символы. Они будут ее частью. Фундаментальное свойство строк в Java — это их неизменяемость. Когда объект string создан, мы не можем поменять в нем уже ни один символ. Содержимое объекта останется таким навсегда. Мы можем только читать содержимое строки, узнавать длину, получать символы по индексам, проверять, содержит ли строка определенный суффикс, префикс или подстроку. Любое изменение строки связано с созданием нового объекта. Поэтому методы взятия подстроки, поиска и замены, преобразование регистра — все они возвращают новую строку результат. Также и конкатенация. При конкатенации создается новая строка, состоящая из символов исходных строк. На самом деле, если декомпилировать класс с таким кодом, то мы увидим, что компилятор заменил нашу конкатенацию на фрагмент кода с использованием string builder. То есть оператор конкатенации — это просто синтаксический сахар, более простая форма записи для использования string builder. String builder — это объект, очень похожий на строку, но допускающий изменение содержимого. Когда у вас в программе есть строка, которую нужно постоянно мутировать, добавлять, удалять, заменять символы или фрагменты, то может быть более эффективно и удобно использовать вместо класса string класс string builder. Если речь идет просто о замене отдельных символов без изменения длины строки, то вам прекрасно подойдет обычный массив символов. Популярная ошибка при использовании строк — это сравнение строк при помощи оператора равно-равно. Надо просто запомнить, что в Java он всегда сравнивает ссылки, а не содержимое. Для сравнения содержимого есть метод equals. И для строк, в отличие от массивов, он работает. А также есть специальный метод для сравнения без учета регистра — equalsignore case.